Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Ратмир Лосаде Гарсия родился на Кубе 23 сентября 1968 года. В 1991 году закончил в Гаване Высший институт международных отношений. Затем в 1998 году получил бакалавра права уже на юридическом факультете Гаванского университета. С октября 2012 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации женат, имеет троих детей. Господин посол, в 1959 году Латинская Америка была континентом диктаторов, которые халуйски смотрели в рот Соединенным Штатам Америки. Сегодня в Латинской Америке мы видим процесс объединения государств на основе социалистических принципов и сплочения против США. Какова роль Куба в этом процессе? Я считаю, что то, что сейчас происходит в Латинской Америке, это начало восстановления идеалов социализма. То, что произошло в Венезуэле в 1998 году с победой Уго Шавеса, потом в Боливии с победой Эво Моралес. Новые силы приехали во власти в Брасиле, в Аргентине, в Ругуае. И потом победа Рафаэла Карреэль в Эквадоре, воспрощение Даниэла Ортеги во власти в Никарауи. Все эти знаки, что идеи социализма сейчас будут в Латинской Америке, еще будут развиваться в ближайшее время. Куба играет, я бы сказал, нормальную роль в этом процессе. Куба только помогает своим опытом, для того, чтобы все прогрессистические силы, все люди, которые левоориентированы, были вместе. Это, я бы сказал, самый важный взгляд нашей страны в этом процессе. Мы помогаем для того, чтобы были хорошие моменты для наших народов. Это очень важно. И, конечно, у нас, я бы сказал, небольшой опыт, но опыт, я бы сказал, 55 лет. И поэтому мы помогаем для того, чтобы социальные и политические левоориентированные идеи были на первом месте на нашем континенте. Потому что мы считаем, что это борьба со справедливостью. Как-то Фидель Кастро сказал, что социализм временно терпит поражение. Не кажется ли вам, что в Латинской Америке он снова перешел в наступление сегодня? Восстановление, воспрощение идеалов социализма в Латинской Америке – это, как сказать, причина того, что произошло в 90-х годах. Когда модель неолиберализма исчерпалась в Латинской Америке. Народы хорошо понимали, что капитализм – это не главное для них. И они решили, что надо бороться за таких важных идеалов, как социальная справедливость, за то, что дети имеют право на образование, за то, что имеют право на здравоохранение, за то, что имеют право на хорошее питание. «Альба» – это организация девять стран, создавая в 2004 году Фидель Кастро и Юго Шавес 14 декабря. «Альба» – это организация, которая позволяет социальную, политическую и экономическую интеграцию этих стран. В «Альбе» входят Куба, конечно, и Венезуэла, создаватели этой организации. И, кроме того, Никарагуа, Боливия, Эквадор и четыре маленьких стран Карибского бассейна. Это Сан-Бисент и Лас-Гранадинас, Антигу и Барбуда, Доминика и Санта-Лусия. Что значит «Альба»? Это, как я раньше упомянул, это социальная интеграция, это экономическая интеграция и это потом политическая интеграция. На основе демократических принципов, на основе социальной справедливости, на основе идеалов наших героев. В том числе Симон Боливар, Хосе Марти, Фидел Кастрю и сам Уго Чавес. Как на Кубе отнеслись к тому, что в 90-е годы Россия повернулась к ним спиной? Я бы сказал, с распадом Советского Союза это для нас был очень плохой момент. Наш ПВП упал практически около 40%. Все наши стандарты жизни намного уменьшили. И я бы сказал, что были трудные времена, трудные-трудные времена для кубинского народа. Потому что мы были без Советского Союза, без 85% нашей внешней торговли практически все отсутствовало в наших магазинах. Для нас это был очень плохой момент для жизни всех кубинцев. Но несмотря на это, мы сохранили дружбу России, сохранили хорошие моменты в наших отношениях в предыдущих годах. И я надеюсь, что это до сих пор сохраняется. Несмотря на то, что произошло, несмотря на то, что сделали те, которые руководили тогда Советский Союз, Куба осталась и остается верным другом России и, самое главное, российского народа. Я сейчас кубинского народа не могу оценить то, что здесь произошло. Надо, чтобы российский народ оценили вот эти Советы, как должно быть. Не кажется ли вам, что мировая информационная война, принципы которой были опробованы на Кубе, сейчас работает против России? Действительно существует информационная война против того мира, который не разделяет оценки американцев. Америка всегда делает все возможное для того, чтобы предотвратить правду. И вот поэтому появились такие войны. Ну, во время Ирака, в 1991 году. Потом произошли вот такие события в Югославии, в Бибшей, Югославии. Потом еще раз в третьем году с Ираком. Потом в Ливии, потом в Сирии, во Венезуэле идет, я бы сказал, большая информационная война против правительства Николаса Маура. И сейчас против России. Это всегда бывает. Куба уже привыкла к этому. Потому что мы 55 лет живем в условиях информационной войны. Но не только информационной. У нас есть экономическая война против нам. Финансовая война. Все, все виды войны мы уже видели. Мы это хорошо знаем. 55 лет живем в таких условиях. И будем, я бы сказал, 100 лет. Но мы будем защищать наше право независимости, наше право суверанитета, наше право для того, чтобы мир был бы лучше. То, что делает Америка, то, что делает Евросоюз, это настоящая информационная война. Для того, чтобы предотвратить настоящую правду. Куба только делает все возможное для того, чтобы мир был бы справедливым. И вот поэтому, может быть, у некоторых вот это не нравится. Но я бы сказал, что для нас это постоянная борьба. И будем так и продолжать. Дело в том, что, ну, за это Куба много сделала и будет делать. Для того, чтобы предотвратить вот такие явления, как зависимость от какой-то страны. И за это мы живем в таких условиях. Блокада не только сегодня существует, но ужесточается в таких новых условиях. И особенно в финансовых вопросах. Они включают в всех таких называемых списках госдепартамента. Они делают все возможное для того, чтобы изолировать нашу страну. Но несмотря на это, 188 стран мира постоянно голосуют каждый год против политики, блокады со стороны США. И поэтому мы и так и продолжаем. И будем продолжать. Человечество знает, что наша борьба справедливая. И мы по этому пути будем продолжать. Расскажите немного о медицине на Кубе. Кубинская медицина, я бы сказал, на очень высокой уровне сейчас находится. В 90-х годах, после распада Советского Союза, исторический лидер Кубинской революции Фидел Кастро много сделал для того, чтобы развивать биотехнологию, фармацевтическую промышленность и еще другие отрасли медицины. После этого возникли очень качественные препараты медицинские. В том числе то, что было упомянуло о диабетисе. Это ГБРПРОДПЕ. Уже зарегистрировал в Российской Федерации. Это диабетическая стопа. И очень важно для лечения диабетиса. Есть еще вакцины против гепатиты. Бидотокс это против отрака. Есть некоторые, немутусумаб. Очень важный медикамент отрака. Мы разбиваем сейчас пектиды отрака. Значит, что у нас качество в медицине очень хорошо развивается. Качество в медицине очень важное для нас. И я бы сказал, что сейчас медицина на первом месте в экономике в нашей стране. Но медицина по-прежнему бесплатная? По-прежнему бесплатная. Около 10 тысяч иностранных студентов учатся на Кубе в бесплатных условиях. И это 100 стран мира. Не богатые американцы, но ведные американцы учатся на Кубе. И медицины, и другие специальности. У Кубы появились лишние деньги? Нет, нет. Это только мы никогда, никогда не отказались от солидарности. И все эти студенты от Африки, от асиатских стран, мы разделяем нашу ведность. Мы, они хуже, чем нам. И поэтому мы решили нашу ведность разделить с ним. Ну, получается, что в данный момент Куба берет на себя функции, какие были в Советском Союзе, когда бесплатно учились студенты из всего мира. Ну, несмотря на наши трудности, мы все это делаем. В наших возможностях. Мы хотели повольше. Ну, у нас мало средств для этого. Ну, в любом случае, мы проявляем солидарность теми странами, у которых нет таких возможностей. Вот, например, страны Африки, вот, например, страны Ассии, у которых нет таких средств для того, чтобы учить большое количество студентов. А какая выгода Кубе учить африканских студентов? Никаких выгодов. Мы в этом, мы только проявляем солидарность наших африканских друзей. Это наша, наша обьясанность. Ну, а учить им, готовить им для жизни. Недавно я с удивлением узнал, что на Кубе существует православный храм. В Басбонгалу мы открыли православный храм. Текущий патриарх Кирилл открыл этот храм. И главным инициатором этой идеи был исторический лидер Кувинской революции Фидел Кастро. В 90-х годах, когда тогда, тогдаший митрополит Кирилл посетил Гавану, они встретились, поговорили, и Фидел решил построить вот такой храм на самом центре Гавани. И сегодня очень хорошо работает, очень плотно работает на благо всех россиян, которые сегодня живут на Кубе. Это как знак уважения российского народа. Вот поэтому решили сделать вот такой храм в единственной стадии в Латинской Америке. Все, господин Басон, спасибо большое за интервью. Спасибо вам за возможность с вами разговаривать. Очень интересный момент для меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.